Глобальный мир живет по своим правилам, и у некоторых украинских новых богачей сорвало крышу от безнаказанности, от власти, от потока денег. И они вот открыли дело в отношении вице-президента США Байдена, который инициировал экс-ГН прокурор Шокин. Вот эта новость от 10 ноября 2020-го они тянули уже до самого последнего, чтоб не оглашать, что закрывают дело. И вот лейтенант полиции украинской закрыло уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по экс-заявлению генпрокурора Шокина. И вот смотрите, тут они приводят вот этот документ национальной полиции, начали они в сентябре, но молчали, потому что мало ли что назад можно было все открутить. Постановление о закрытии уголовного проваджения, уголовного производства. И вот это, и они смотрите, как пишут, кругом пишут, громадянын США стараются даже не употреблять фамилию Байден. Но уже почувствовали тогда, что когда рейтинг его стал расти, что тут что-то будет, может, и страшное в дальнейшем. Вот в отсутности в деянии громадянын США в складу криминального проступка за глядом на таке. И тут они расшифровывают, что дальше. Криминальное это уголовное по-русски, кто если будет смотреть с другой стороны. В отсутствии в действиях гражданина Соединенных Штатов Америки состава уголовного преступления. И вот, посмотрите, вот инспектор видеодознания Печерского района в Киеве, лейтенант полиции Анастасия Назаренко. Ну, я думаю, сын Байдена отслеживает вот это все, а не на него вначале наехали в Украине. Что вот Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США, стал одним из членов наблюдательного совета компании «Бурисма», которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому. Но тот Злочевский совсем не украинец, вы сами понимаете. Он с другой стороны принадлежит. Хотя и был и депутатом, и в Кабмине, кажется, был. И вот они тут крутили, мутили США. Англия себе такое не позволяет. Никакие магнаты в мире не позволяют с американскими детьми там политиков крутить вот эти всякие там шантажи. Украина влезла туда, но я думаю, Байден с ними рассчитается, сын ему потом даст расклад. У них все есть транзакции по всем банковским счетам, по визе, по мастер-карт, все через их центр проходят. Они то накажут потом этих всех коррупционеров. А это вот, видите, 21 мая 2020-го судья Волк, сколько об этом уже судья пишут, обязал открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина. Сами вот эти генпрокуроры, там, как говорится, негде печать и ставить. И вот еще этот депутат Андрей Деркач, его батя Деркач был главой СБУ, все они заканчивали школу КГБ СССР. Ну там, короче, так накручено все это. Будет дальше интересно. Они то покажут им, где раки зимуют, придет время, и для них это сложности не составляет. Байден, в 29 лет его избрали в Сенат США, и он был всю жизнь в Сенате, по 72 года ему пока не исполнилось. Потом два раза вице-президентом США, и они надумали с ним шутить шутки. Ну и все это плохо заканчивается для таких вот нечестных людей. Они то с ними потом рассчитаются. Может даже Украине вернуть чуть-чуть денежек, банковских счетов, наших коррупционеров. Субтитры сделал DimaTorzok